ассаламу алейкум всех приветствую друзья сегодня у нас на обзоре вот такой вот классный телефон под названием samsung galaxy a01 core core это ядро по моему переводится телефон был выпущен 2020 году в августе месяце сверх бюджетный телефон это у нас сверх бюджетный очень очень по меркам самсунга дешевый телефон очень ну как бы по меркам остальных людей как бы я не считаю что это сильно дешевый телефон потому что он стоил у нас в районе 40 45 тысяч деньги тысяч деньги это в районе ну круто 100 100 долларов за 100 долларов в 2020 году можно было купить более или менее хороших там xiaomi еще что даже опыту он был бы гораздо лучше чем ну чем он подкупает тем что старые люди уже привыкли к samsung к оболочке вот из-за этого только это телефон как раз таки целевая территория у них этого телефона как раз вот это пожилые люди которые никуда не торопятся которым допустим один раз вот так отмажали и здесь спокойно ждешь пока он откроет ну для молодежи в этот телефон как не подходит скорее всего ну если вы не в траве они человек второму только надо позвонить через две минуты нажали и через две минуты позвонили то как бы этот телефон да пойдет но если нет то извините меня конечно это уже не очень хорошая идея будет для вас что мы имеем что мы имеем 2020 году на понятие самсунга сверхбюджетно мы имеем 5 3 дюйма 5 3 дюйма хотел сказать айпиес но это не айпиес это однозначно не без экран или айпиес нет вроде не айпиес экран но ощущение какие как будто тифки но чуть лучше чем тифки не дотягивающий до уровня и песка как 5 и 3 дюйма разрешение экрана 1480 на 720 ну соотношение экран получается 18 девяти скорее всего телефон в руке лежит к просто отлично одной рукой пользоваться удобно 5 и 3 дюйма почему бы нет у нас сверху динамик и фронтальная камера про камеры еще расскажу с правой стороны у нас кнопка включая выключение и кнопка громкости они очень другие и нажимается очень хорошо я думаю ход у них будет долговечность будет хорошая сверху у нас ничего нету с левой стороны у нас лапки лоток для 2 sim card плюс micro sd карточка micro sd поддерживает 256 гов вообще без проблем в легкую поддерживает и работает тоже неплохо снизу у нас есть 3,5 миллиметра аудио джек микрофон динамик и здесь двадцатом году micro usb представляете это я думаю это не очень хороший задней части у нас надпись samsung и вспышка и основная камера на 8 мегапикселей давайте начнем с экрана экран принципе он так читаю читабельность хорошая принципе относительно неплохо но есть ощущение такое как будто слишком дешевый какой-то может из-за того что там плотность слабая но принципе есть такое ощущение экран отзывчивость экрана такая для не тороплю как говорил александр емельянко для не расторопных людей вот линии расторопных как же он говорил ты ну как-то так вот он говорил в принципе по про экран от углы обзоров более или менее нормальный читабельность принципе пойдет ну и по 10 больно шкале ну шестерку в принципе можно поставить не больше уже больше наверно будут уже там не очень хорошо по отношению к остальным телефон и за из яркость принципе пойдет помещение а вот на ярком солнце конечно будут очень очень слабо динамики громкие основной динамика разговор динамика очень громкий он очень хороший слышно все собеседник хорошо чувствуется что мелодичности не хватает но принципе нормально основной динамик он такой и он есть музыку так на парах послушать там фильм посмотреть вот так вот можно но не более звонки пропустить скорее всего вы не пропустите теперь давайте про камеру я вам расскажу про камеру камера здесь передняя камера основном передняя камера это у нас на 5 мегапикселей камера и он без автофокуса если вы заметили камера в принципе передние вот ведь у нажимать приходится ждать приходится а вот тыловая камера тыловая она на 8 мегапикселей с автофокусом с фокусом принципе вот взять и допустим какой-нибудь документ с фото эти отправить у вас получится до детальности допустим при нехватке света у вас конечно будет такой такая вот чисто для бабушек сходить внуков как он там в горшке сидит принципе вам по связи у нас есть здесь lte вай фай bluetooth все это есть lte работает во всех частотах работает все очень даже неплохо связь не отваливается gps работает очень очень плохо по начинке по начинке начинка у нас здесь и от слова кор можно принципе узнать что здесь четырех ядерный наверное 8 ядерный потому что ну как бы кор ну здесь четырех ядерный процессор процессор называется он работает на полтора ягерца а этот процессор называется 6739 медиатековской процессор китайские представляете вот когда можно купить восьми ядерный процессор вот оппу вам а самсунг 2020 году дает четырех ядерный 28 нанометровый работающий на полтора гигагерца процессор памяти удивляйтесь не буду ничего говорить 16 его в памяти это не оперативный это своя память оперативная памятью 1 гигабайт 1 гигабайт карл 1 китайцы за 100 долларов вам дают минимум 4 минимум 4 samsung за 100 долларов вам давали это с одной стороны смешно с одной стороны как бы перескорбно что самсунг так поступает своими клиентами я считаю что это не очень правильно android я понимаю что android ассоциируется у всех как бы дешевыми телефонами но принципе так конечно android в этом не виноват но при самсунг взял со 100 долларов можно было более менее какой-то телефон нормально сделать они сделали вот этого извините за мой французский авт ну что у нас еще есть ну вот давайте звук сейчас послушаем какой-нибудь видите звук очень громкий пропустить вы ничего не сможете что еще у нас есть по самой облачке по самой облачке ничего нет ну все стандартно все по самсунговски очень красиво и очень тормознуто допустим вот открыли хром ждете открыли допустим камеру сейчас почему-то нормально может я уже придираюсь может я это стал привередливый какой-то человек но пусть файл нажали принципе принципе я думаю пойдет скорее всего по общему по общей оценке она получит из-за того что стоит 100 долларов получит скорее всего где-то ну 6 баллов точно ну 5-6 не больше 6 теперь теперь а самым главным это об аккумуляторе 5 и 3 дюйма экран разрешение слабое процессор не очень прожорливый батарейка на 3000 миллиампер часов и его хватает а два дня спокойно почему потому что на этом телефоне вы играть не будете на этом телефоне вы смотреть видео на youtube тоже не будьте почему потому что она просто убивает работает в из рук вам плохо этот телефон чисто как звонилка вот и все даже что-то отправлять что-то этот ну на этом телефоне не очень хорошо потому что во первых памяти мало во вторых работают очень очень плохо лучше купить допустим вот сейчас посмотрим есть у нас так с 01 корда есть у нас такой крутой сайт или приложение или сайт кому как удобно о lx раньше была на сланда если посмотреть то эти телефоны продаются в районе ну там 15-20 тысяч тенге это в районе 50 10 долларов грубо да за 50 долларов лучше купить я думаю 6 с 7 айфон если найти это будет гораздо лучше чем вот этот телефон потому что этим телефон вы тоже долго не проходите то что я думаю 6 с айфон будет в разы лучше для кого он выпущен принципе для тех кто хотел смартфон там мини камеру за минимальную сумму и не хочет там переходить с самсунга на какой-то другой телефон для этих людей как бы это скорее всего и для пожилых людей потому что для молодежи я как бы целесообразности брать этот телефон я них или как второй день все ну это считаете когда этот телефон уже как ретроспектива идет ставьте лайки подписывайтесь комментируйте просьба